Что можно обнаружить в каждом холодильнике? Наверняка на почетном месте или на средней, а может быть верхней или нижней полочке, практически у каждого из нас лежат колбасные изделия. Кстати, многие из которых прошли проверку экспертами, сообщают Вестеру. Главный вывод экспертов – колбасы, произведенные в Белгородской, Владимирской, Вологодской и других областях страны, а также в Москве и Санкт-Петербурге, можно есть. Более того, практически все исследованные бренды безопасны для здоровья. Впрочем, выявлены и посторонние примеси. Как известно, докторская колбаса никогда не имела ничего общего с врачебной деятельностью. Однако, экспертам удалось выяснить, что у 14 брендов докторская колбаса содержала в себе следы антибиотиков. Но кому и для чего понадобилось использовать антибиотики в составе продукта? Выяснить это нам помог ученый-химик Казанского университета Аркадий Курамшин. В принципе, они могли быть уже в том месяц, который поступил на мясо комбинаты, потому что фермеры, ну или просто производители, ну заводчики мясного скота, они иногда добавляют антибиотики в корм, ну чтобы меньше болели. Но не только антибиотики были обнаружены экспертами во время проверки. Например, следы кукурузы не позволяют понять наверняка, была ли кукуруза добавлена в продукт намеренно или попала туда случайно. А вот как могли оказаться в продукте ДНК лошади или соя, по-прежнему остается неясным. Животные находились, лошади, коровы, свиньи примерно в близком соседстве и, соответственно, какой-то биологический след остался. Насколько я знаю, конина что-то стоит подешевле, разбавлять свинину конина, это не очень такой экономически выгодный вариант. А вот народный миф о том, что в колбасу кладут бумагу, полностью разрушен. Опасения страхи не подтвердились. Бумаги, влагу удерживающих фосфатов, мясо кошек, собак, вдох и колбасе нет. Относительно неплохо у всех участников экспертизы с консервантами, стабилизаторами и красителями. Бензойный и сорбиновых кислот, используемых в качестве искусственных консервантов, не обнаружено ни в одном образце. Аделья Шамилова, Ленарда Валитиаров, Универ Ньюс.